Возлюбленные Господи, братья и сестры! Белоснежные покровы бескрайних просторов земного Отечества нашего, светлое солнце, сияющее в хрустальном воздухе морозного времени и малиновые звоны православных колоколин, возвещают нам о великой радости небесной, пришедшей в жизнь земнородных, о рождении для спасения человеческого рода от греха, проклятия и смерти с обезначального Отцу и Святому Духу Единородного Божьего Сына, который, как и Отец и Святый Дух, присущественно и неслиянно всегда пребывает во всем миробытии, но таковым, будучи по Божеству, воспринимая в себя единосущное с нами человечество, получил в этом и возможность прийти в этот мир и быть опознанным в полноте своего Божества через свое человечество, которое в нем соединилось неслитно, неизменно, неразлучно и нераздельно, для того, чтобы выявить всю полноту нормы человеческого бытия и служения Богу и людям. И наши сердца, мысли, желания, эмоции, чувства, вовлекающие в свое движение и самые потребности нашего тела, осветившись и очистившись за период сорокодневного рождественского поста, способны и привлечь, и принять, и вместить, и удержать этот дар, и не внешне, а в самой глубине своего сердца, там, где и рождаются наши мысли, наше чаяние, наше творчество, принять Христа, как приняли Его ясли скоцкие в пещере Вифлеемской, как приняла Его всем своим внутренним существом преблагословенная Матерь Преснодева Богородица, как затем ученики и апостолы и ученики их учеников даже и до нас смогли принять Его внутрь себя, исполняя светом радости, Божьего милосердия и Божьего благоволения в людях. Примем этот дар и благодарным, ответным порывом любви к Богу и людям будем сиять им в окружающем мире, ибо Христос рождается. Славьте Христос с небес, встречайте Христос на земли, в сердцах наших, и мы довознесемся до христоподобного жительства с праздником, с Рождеством Христовым, святками и грядущим Богоявлением. И да будут милости великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми нами. Аминь.